Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Федеральный чиновник в Якутии обвиняется в получении взятки. Билеты на отпуск и деньги получал руководитель технодзора Ленского управления за утверждение акта строительства некачественных теплоустановок в двух аэропортах Якутии. Жертвами стали аэропорт Якутска и Мирного. Установлено, что руководитель одного из отделов Ленского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору получил от руководителя поднадзорной строительной организации взятку в виде приобретения авиабилетов по маршруту Якутск-Москва-Якутск для него и трех членов его семьи за утверждение акта осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей, а также согласование разрешения на постоянный допуск к эксплуатации тепловой энергоустановки на объекте зданий пассажирского терминала аэропорта города Якутска, который не соответствовал проектной документации. В Якутске управление ФСБ изъяло почти 5 тонн лососевой зернистой икры, которая не соответствовала всем санитарным нормам. Кроме того, в продукции были обнаружены кишечные палочки и другие микроорганизмы. Вся икра должна была появиться на прилавках столицы республики. Икра прибыла на борту самолета Ан-26 авиакомпании Ир-Аэра, прибывшего из города Анадыря Чукотского автономного округа. Никаких сертификатов на продукцию официальными органами не выдавалось. Обстоятельства совершенного преступления выясняются. С начала года на дорогах Якутии зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. 11 человек получили различные травмы. Только за январь сотрудниками ГИБДД задержано и отстранено от права управления 337 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них 37 сели за руль пьяными повторно. Поэтому с 23 февраля по 4 марта в республике будет проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Полицейские будут проводить целенаправленные рейды и массовые проверки водителей. За сутки в Якутии произошло сразу 4 техногенных пожара. Рано утром на пульт 01 поступило сообщение о том, что горит пятиэтажный жилой дом на улице Октябрьская в поселке Черский Нижнеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подъезда был виден дым. Дом удалось спасти, сгорела кровать. А в столице республики сгорел частный гараж на улице Якова, Петерса в микрорайоне Марха. Общая площадь возгорания 46 квадратных метров. Причина – предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печи. На Маганском тракте в Соткна также сгорело частное строение. Общая площадь 42 квадратных метра. Также беспокойный день выдался в селе Казачье Устьянского района, где примерно в 11 часов загорелся двухэтажный жилой дом на улице лейтенанта Слепцова. Разбушевавшуюся стихию остановить не удалось. Причина – виновные ущерб устанавливаются. В Нерюнгринском районе в плане пожаров было спокойно. Однако из столицы Южной Якутии поступило сразу два сообщения о кражах. Так, жертвой мошенника стал пенсионер, у которого похитили деньги из банковского счета. Подозреваемым оказался 30-летний безработный житель Нерюнгри. Потерпевшие вместе с подозреваемым лежали в одной палате на стационарном лечении в городской больнице. Молодой человек неоднократно просил телефон, якобы с целью позвонить. В итоге злоумышленник два раза произвел перевод денежных средств по 8 тысяч рублей на свою банковскую карту при помощи услуги «Мобильный банк». Молодой человек уже дал признательные показания. В полицию Нерюнгринского района обратилась жительница, которая заявила о краже своего сотового телефона. Полиция выяснила, что к краже причастен 33-летний гражданин, проживающий в поселке Беркокит, ранее судимый за совершение кражи. Подозреваемый подрабатывал грузчиком. Во время работы он заметил открытую дверь в помещении одного из отделов предприятия и зашел внутрь. Увидев, что в кабинете никого нет, злоумышленник воспользовался моментом и похитил телефон, оставленный на столе работницей. Похищенное он оставил для личного пользования. Теперь ему грозит срок до 5 лет. Лица без определенного места жительства – это социальная проблема всей России. Казалось, Ленц далек от этого, но оказалось, что нет. В городе бездомные проживают в подвале одного из домов. О существующей проблеме и бродяжничества не знали даже городские власти. В Ленске в подвале многоквартирного дома, расположенного в центре города, уже несколько лет живут лица без определенного места жительства. Притом их не один и даже не два, а целые толпы постоянно пьяных и невменяемых мужчин. Жители устали обращаться в полицию, чтобы незваных гостей прогнали с территории дома. Но полиция разводит руками, объясняя, что основания для их задержания более чем на сутки нет. В данном случае даже протоколов определенных составлять мы не имеем права, потому что там состава нет. Но приниматься надо меры именно по плане жилья, жилого помещения, предоставления. Так проводим, предоставляем людей в отделы, устанавливаем личность. Личность установили и отпустили. И обитатели подвала вновь возвращаются назад, по их словам, уже к себе домой. Здесь они не только ночуют, а уже постоянно проживают. Соорудили себе что-то вроде кровати, установили стол и даже где-то нашли посуду. Но даже несмотря на это развели в подвале полную антисанитарию. Специфические запахи, все это испарение, все же это идет на весь дом. Так что с наступлением весны, наверное, все ароматы выйдут наружу. Бывает и музыка у вас все играет, и голоса все это слышно. Сейчас вот на душе очень тревожно. Тоже надо какие-то меры принимать, пресечь вот это. Жители боятся ходить по улице поздно вечером, отпускать детей гулять. К нам в студию обратились тоже, желая остаться за кадром. Так как угрозы в их адрес поступают от обитателей подвала постоянно. В этом убедились и мы. Кого вы тут снимаете? Слышу, ввели камеру. Кого вы тут снимаете? Слышу. Отдал старикам бутылочку, возьмем, посидим, выпьем, сейчас я домой. Не надо мне, пожалуйста. Людей не пугайте. Вперёд сюда. Такой такой? Че вам вообще надо здесь? Че ты снимаешь? Все убрал я. Попробуй, давай. Для решения вопроса дальнейшей судьбы обитателей подвала мы обратились к главам района и города. Теперь ситуация находится под их контролем, а мы будем продолжать за ней следить. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Чтобы зачитать приговор полностью, суду понадобилось пять дней. От четырёх с половиной лет до восьми лет колонии получили фигуранты дела космодрома Восточный. Также они выплатят штраф в четыре с половиной миллиона рублей. Ущерб бюджету от их действий составил один миллиард триста миллионов. Напомним, четверо руководителей Волга-Вятской компании похитили средства при строительстве космодрома. На этом у меня всё. Берегите себя.